Дорога от Севастополя до Соловецкого архипелага долгая и непростая, но история Соловков сама пришла к севастопольцам с помощью этой выставки. Блуждая по её лабиринтам, зритель видит необычные экспонаты, например, фрагменты камеры, в которой проводили целые годы узники Соловецкие. Мультимедийный выставочный проект, посвящённый Соловецкому архипелагу, охватывает шесть столетий его многогранной истории. Сердце Северного архипелага, спасо-преображенский Соловецкий мужской монастырь, построен в 1436 году. Расцвет обители пришёлся на 16-е столетие. Монастырь был одним из духовных центров России. Кроме того, представлял собой неприступную приграничную крепость с гарнизоном и артиллерией. В историю 20 века Соловки вписали трагическую страницу. При советской власти монастырь превращён в лагерь особого назначения и частично разрушен. В 1967 году академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв, сам прошедший через Соловецкие лагеря, открыл в его стенах музей. Выставка, привезённая в Севастополь, постоянно пополняется новыми элементами. В нашем городе организаторы планируют изучить связь обителей у берегов Чёрного и Белого морей. Есть, конечно, и монастырские судьбы. Например, в ряд настоятелей Георгиевского монастыря, на мысе Фиолент, они назначались из монахов Соловецкого монастыря. Будущее в Петербурге, например, вместе с фондом Лихачёва, мы создали большой раздел, посвящённый памяти Дмитрия Сергеевича. Были переданы даже часть его личных вещей, замечательный информационный материал. Передвижная экспозиция путешествует по городам России уже четыре года. Она смонтирована компактно, поэтому может функционировать практически в любом помещении. Но только в Севастополе выставка развернулась в храме во Владимирском соборе в Херсонесе. В Нижнем храме Святого Владимирского собора проходит именно церковная выставка. Не какая-то иная, не выставка картины или выставка ещё чего-то, а выставка церковная. То есть, которая созвучная, которая призывает человека к молитве. Знаете, я просмотрел уже эту выставку, прошёл по выставке, она меня поразила до глубины души. И после экскурсии, которая мне была проведена, у меня всегда появляется такое желание помолиться. Помолиться новому ученику к восповедникам российским. Это ещё один момент нашего единства. Единство русской православной церкви, где бы она ни находилась, на Соловках или в Крыму, в Соединённых Штатах Америки или же в Австралии. Монашеская жизнь в Соловецком монастыре возобновилась в 1990 году. Период возрождения также представлен на выставке. Об архитектуре, традиции, хозяйственных технологиях, убранстве, книжности обители, природе островов Соловецкого архипелага рассказывают фотографии, документы, подлинные предметы быта, видеопрезентации. Также вместе с экспозицией в Севастополь прибыли святыни Соловецкого монастыря, каменный крест первоначальника монашеской жизни на Соловках, преподобного Савватия и икона с частицами мощей святителя Филиппа, митрополита Московского и преподобных Зосимы, Савватия и Германа. Выставка будет работать в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе ежедневно с 4 июля до 30 сентября. 5 сентября в её рамках состоится тематический концерт.